Салям алейкум, уважаемые друзья! Программа «Два кадра» приветствует вас из солнечной Киргизии. Ну, не из всей Киргизии, а из маленькой ее части, которая расположена здесь, в солнечной Молдавии, на фоне Молдавской горы и Молдавской кодры. И вот эту маленькую Киргизию мы вам сегодня покажем. Программа обещает быть очень интересной. Ребята, потому что мы уже с Юрой прогулялись между юрт. Юра прогулялся между юрт, и мы сегодня увидим и кухню, и обычаи, и эпос, и культуру. В общем, окунемся с головой в Киргизию. И ехать далеко не надо. Субтитры подогнал «Симон»! Друзья, обычно в конце программы у вас знакомят с национальной кухней или рассказывают, чем у нас угощали в течение дня. Здесь все ровно наоборот. Нас уже позвали в юрту и сразу позвали в саду. Ну, самое интересное, кто нас туда позвал. Нас встречают два настоящих этнических киргиза. Причем один из них местный Рустам, с которым мы только что познакомились. А другой – это наш старый знакомый Эйджигит Аташбай Вичердаев, которого мы пригласили сегодня в качестве эксперта-специалиста. Он нам расскажет, насколько все то, что мы здесь увидели, похоже на настоящую Киргизию. Сейчас просим. Салам алейкум! Алейкум ассалам! Алейкум ассалам! Заходите! Не забыл родной язык, да. Мы можем заходить туда. Давай. Заходим правой ногой, не касаемся порога. А если левый заходишь, не пустят? Да, не пустят. А то мы поедем. Первый обычай – заходить нужно в юрту исключительно с правой ноги. Айджигит, я прошу проехать первым. Аксакал, да. Аксакал идет первый. Он проходит первый. А дальше уже я смотрю, вот его возраст как бы знаковый. И рассаживаю. То есть он правильно, он во главе стола усаживается, правильно? Да, да. Аксакал садится во главе стола, что они рядом. А я возле двери, я помладше, я в двери. Вы можете там, да. Туда, с собаками, я понял. Хорошо. Вы тоже проходите сюда. Спасибо. Самый старший, Аксакал, вот он самый главный, садится здесь. Это так в любой юрте, это главный обучай за столом, да? Да, да. А дальше по возрасту мы усаживаем всех гостей, родственников и так далее. А как сидеть правильно? Вот надо ноги скрестить, да? Да, вот так в поездоту садимся. И это очень как бы древняя. Слушай, а удобно? Я не знаю, как это называется. Это называется джертушок. Это тоже очень древняя такая, как бы этот матрас, да, по-вашему, по-русски получается. И раньше, более древние времена, эти джертушоки шили из шкуры в домашних животных. Просто позже уже научились когда-то изготавливать ткань, и начали уже из ткани. А внутри овечья шерсть обычно. А подушки что можно делать или нельзя делать с подушками? Подушки можно потом, когда человек, допустим, покушает, можно, допустим, чуть прилечь вот так вот. То есть они не для кроссовки. После еды, да. Возлегать. Смотрите, как кто-нибудь поддурно влился, а джигит выводил. Я уже могу уже и возлегать немножко. Официальный прием Хана Мамая. Так, для начала я хочу дать вам попробовать Бозо. Это напиток, который изготавливается из кукурузной и пшеничной муки. В общем, вся эта масса сначала варится, потом остывает и добавляется закваска, и потом доводится до брожения. Через некоторое время проводится через сито, и где-то через день-два уже получается Бозо готово. Продаем правой рукой. Да, спасибо. Рахмат. Че он Рахмат? Я считаю, как мисс. Так, вот на этом мои познания в киргизском заканчиваются. Я так понимаю, что это вы сейчас сказали. Спасибо, на здоровье, да? ШТКМС – это пожалуйста. Пожалуйста. Как еще раз? ШТКМС. ШТКМС. Да. А Рахмат – это спасибо, да? Да. Че он Рахмат – большое спасибо. Я вежливый, я же должен вежливый говорить. Че он Рахмат. Пробуем. На вкус как кефир. Классная штука. Как раз сейчас перед едой этот напиток откроет аппетит, если у вас его не было. А перед аппетитом? Если был, он еще больше. Поверьте, он был. И, кстати, по свойствам этот напиток повышает гемоглобин. То есть он полезен. Кто бы сомневался. Ну вот я вкус помню с детства. Похожий. Только вот, кажется, крепче было. Действительно, очень похоже на то, что я пил в детстве. Здесь, в Молдавских Кодрах, как вы уже поняли, спрятана целая киргизская деревня. И хозяйка этой киргизской деревни перед нами Лора. Лора, как вообще появилась такая идея построить Манас здесь, в Молдавии? Идея, наверное, возникла 20 лет назад, когда я познакомилась с моей подругой и сейчас партнершей по бизнесу, которая у нас из Кыргызстана. И 20 лет уже вместе в Дублине тоже там и работаем, и все вместе делаем. Идея появилась так, нечаянно. Могу сказать, что за вечер подумали, и утром проснулись и начали делать. И заказали в Кыргызстан юрты. То есть вот эти юрты за нашей спиной, это настоящие кыргызские? Абсолютно, это настоящие кыргызские, заказаны в Бишкеке, и мастер, кстати, две первые юрты, большие, это были сделаны мастером, очень молодым человеком, который, к сожалению, на второй день после того, как закончил две первые юрты, он умер. Поставил слово своим братьям, чтобы он нам построил остальные 10 юрт, которые мы заказали. Какое-то семейное дело. Да, это семейное дело. Я уверен, что у вас много людей отговаривали от этой идеи. Абсолютно, я могу сказать. Потому что очень необычно. Очень необычно. Да, и конечно, это люди, знаете, всегда чуть-чуть, когда появляется необычная идея, говорят, или ты совсем с умом не в порядке, или что-то. Наверное, это боязнь. Но, знаете, бояться волков в лес не ходить. Хотя у нас тут лес, волков нет. Волков нет. Сами юрты эти, сколько их штук у вас здесь, вот в этом поселении? Да, у нас тут 12 юрт, одна юрта у нас музей, три юрты под ресторан и остальные юрты у нас, восемь юрт под гостиницу. Вот как с правой стороны и с левой стороны тоже есть от двух мест. А вы сами были в Киргизии? Да, конечно, я была в Киргизии. Можете сказать, что в Киргизии стоят точно такие же юрты, ничем не хуже, не лучше. В Киргизии стоят, да, стоят очень красивые юрты сейчас современные, конечно. Наши юрты, это, я могу сказать, 99% оригинальные, из-за того, что только чего нету здесь и в юртах, и нету буржуйки. Мы не можем ставить. Ну, это опасно. Да, это опасно пока что. А давайте заглянем, посмотрим и узнаем, как же видят юрты изнутри. Проходите. Мы, Женю, как самого молодого, отправили, ну, что делать, традиции такие, отправили за основными блюдами. Сейчас посмотрим, что он нам принес. Ничего без меня не ешьте вообще. Ждите меня вообще, что происходит? Ты еще не все принес? А, вот еще, спасибо. Я тут что, я вообще-то работаю. Ты тут самый молодой, Женя. На разносах. Таковы традиции. Ладно. Обожаю консерватизм в традициях. Это что? Вау. Не знаю, как это называется, но пахнет. Это лагман. А, это тот самый лагман. Да, да. Основного, как бы, такого, вроде, простое блюдо, это называется борсоки. Это блюдо готовится по праздникам обязательно и угощает всех гостей, кто придет. У нас всегда стол усыпан этим хлебом. Поэтому, как бы, это основное, называется борсоки блюдо. Борсоки, правильно? Борсоки. Так, это блюдо манты. Давайте я вот так подниму. Манты. Просто там, может, у этого блюда есть какое-то правильное киргизское приготовление? Какое мясо там должно быть? Здесь, знаете, вообще самые вкусные манты, я считаю, что все-таки из говядины. Мы здесь именно с говядиной готовим. Манты с говядиной. Это блюдо, если кто не знаком, это... У нас просто люди приходят и говорят, что это пельмени, но это не просто пельмени. Это, действительно, это мясо в тесте. Здесь все вручную готовится, мясо вручную рубится, потом добавляется лук, потом добавляются специи. А вот это что у нас такое красивое? Так, это блюдо называется бхазан кебаб. Это мясо, которое сначала обжаривается на сильном огне, и потом тушится в своем соку. Здесь ничего лишнего нет, только, получается, мясо, специи и душа повара уложены в это блюдо. Кто любит мясо, да, для любителей блюдо очень вкусно. И я смотрю, что обязательно посредине стола вот тут всякие орешки, изюм, курага, да? Да, да, это обязательно, это, ну, как бы, по традиции у нас стол должен быть усыпан сладостями. Обязательно. И вот, я смотрю, там еще и какой-то десерт очень интересный, да? Да, десерт это называется чак-чак, он готовится, из муки готовятся такие лапша, потом все это обжаривается, на растительном масле добавляется мед, изюм, курага, грецкий орех. И такая форма создается. Это очень вкусно просто напробовать. А что у нас вот в этой большой красивой посуде? В этой посуде у нас... Не трогай это на Новый год. У нас плов. Это такое, знаете, вот, среднеазиатское блюдо, если вы знаете, то в Средней Азии почти все готовят плов, но каждый готовит его по-своему. У нас здесь-то плов классический, здесь только рис, морковь и баранина идет. Жигит Аташбавич, что вы скажете, в детстве у вас это тоже было главное блюдо на столе? Плов? Да, было любимое, главное блюдо на столе. Ну, киргизский плов, он классический, традиционный идет, а уже другие бывают, добавляют всякие специи туда, но киргизы делают именно вот так, как Рустам сказал. А у вас, думаю, какие были блюда в детстве? Практически, и не только в детстве, и плов, и манты мы до сих пор делаем. Лагман, конечно, и кебаб мы ближе делаем. Вот, кстати, лагман пропустили. Вот, ну, это очень сытное блюдо тоже такое, хорошо поесть, и можно долго ходить сытым. Вот, поэтому, и барсок, барсок, между прочим, он не только как к сладости дается, он может подаваться с бульонами, с супами. Порвал, кинул туда, и очень вкусно получается. А может быть, как и сладость к чаю. То есть сахарной пудрой покрывается и подается к чаю уже вот как сладкое блюдо. А в Киргизии, я смотрю, тоже такая традиция, вот количество блюд на столе должно быть такое, вот пока гость не взорвется. Да, у нас действительно стол прям завален едой, и у нас как бы на стол не сразу все ставят, а постепенно приносится. То есть какое-то одно блюдо приносится, потом это съедается, через час следующее блюдо. Чтобы гости не заподозрили сразу подвоха, да? Через час доносится, следующее блюдо тоже съедается. А через пару часов выносятся гости? Да, получается так. Ну давайте уже попробуем что-нибудь, с чего мы начнем. Хорошо, а это самсы? Да, давайте я про самсы расскажу. Вот самсы тоже это очень такое вкусное блюдо, ингредиенты. Так же, как и в мантах, тоже мясо у нас идет. У нас основное мясо в самсах используется говядина. И добавляется лук, специи, тоже это все лепится. Все вручную, хочу еще раз отметить, все это вручную готовится. И потом все это печется в специальной духовке. То есть мы начинаем с самсы, да? Да, давайте уже начнем, потому что я уже вижу телодвижение нашего оператора, он сейчас в голодную обморок уходит. И Женя тоже. Да я тоже его получу в обморок. Ты это делаешь демонстративно. Хорошо, что здесь есть подушки, есть куда падать. Везде мягко. Вот что мне нравится, юрта, везде мягко. Здесь могут с легкостью поместиться четыре человека. Четыре и пять этапов. То есть эта юрта сделана с кроватями, постельное белье и все условия есть, очень теплое. А снаружи вот это что все? А снаружи это идет как березент, и снутри идет слой войлоков. Ага, я чувствую, теплое. Да, и здесь идет тоже войлочные внутри, это сшито внутри войлок. Они очень теплые на зиму, то есть можно зимовать в них без проблем. В прошлом году у нас были, когда минус 20 градусов, зимовали здесь у нас гости, так что без проблем. Даже отключили. Маленький электрический камин для безопасности. Да, из-за того, что юрта – это уникальная структура. Как вы видите, оно круглое. И воздух очень хорошо циркулирует и держит очень хорошо и тепло. Поэтому и даже отключили отопление, сказали, что слишком жарко внутри, а на улице минус 20 градусов. Да, и плюс к этому, видите, у нас тут действительно есть маленькие горы наши, которые и напоминают Кыргызстан. И плюс перед нашим комплексом есть и озеро. Всегда юрты ставятся на берегу озера или на берегу реки, там, где вода. Это обязательно. Чтобы поить скотину. Абсолютно. Это обязательное условие, чтобы юрты стояли где-то, где есть вода. Обязательно круглое? Обязательно. Юрта круглая, обязательно. И видите, в середине, наверху есть тюндюк, так называется. И видите, он в форме идет, как солнечные лучи. Даже на близком флаге, да, в близком флаге, красный фон и желтый. Красный, да, желтый солнышко. Это все в их культуре. Это очень интересно, что солнце нас покрывает теплыми лучами. И плюс к этому, это тюндюк разделен на четыре части. Это обозначает четыре сезона года. Весна, лето, осень и зима. И летом, очень интересно, тюндюк снимается, и получается натуральная вентиляция. И вот краи снаружи тоже поднимаются, как юбочка. Чтобы тоже циркулировал воздух. И циркуляция, то есть натуральная вентиляция. Люди тысячелетиями используют эти дома. Они, и плюс к этому, что присущая юрте, юрта ни при каких обстоятельствах не будет разрушаться, даже при самых сильных ветрах. Люди приезжают сюда помедитировать. Особенно летом, когда открывается тюндюк ночью, видны звезды. Это что-то неимоверное. Это нельзя просто передавать. Это звучит как приглашение приехать еще и летом. Обязательно приезжайте, потому что это уникальные, действительно, уникальные чувства. Это передать словами, это очень тяжело. Это человек должен почувствовать. И самое главное, друзья, юрта сделана полностью. То, что в юрте находится, сделано полностью из экологических материалов. Металлический каркас, войлок, это овечья шерсть. Деревянные кровати, просто палку нашли в лесу, поставили. И красиво, эстетично, и никому не навредили. Никакого пластика, никакого загрязнения окружающей среды. Полная гармония с природой. Вот жалко, что мы купол не можем открыть, потому что очень ветрено и холодно. К стыду своему вынуждены признать, что наши познания о Кыргызстане, мягко говоря, поверхностны. А между тем, это уникальная страна, и дело не только в Еге. Это страна таких прекрасных гор, что приводит в восторг даже туристов из Швейцарии. Средняя высота 2,5 километра над уровнем моря. А еще это страна тысячи озер. И проживает там очень древний и гордый народ. Слово «кыргыз» переводят как «неистребимый». А вот эти пейзажи, это, я так понимаю, ваши друзья привезли воспоминания от Родины? Да, эти полотна были сделаны одним из наших рабочих. Тейштык его зовут. И у него вообще нет ни одной художественной школы. Это просто врожденный, наверное, талант. Талантливый. Очень талантливый, действительно. Тогда он все видел своими глазами у себя на Родине? Да, это все пейзажи из Кыргызстана. Я там была и могу подтвердить, что это действительно оригинальные эти пейзажи из Кыргызстана. Там есть очень много озер, больше тысячи озер в Кыргызстане. То есть это и у них река чистейшей воды, чистейшей воды, потому что реки текут из горной реки, но там ледники. Ледники тают, это очень чистая и кристальная вода, и там очень хорошая форель, кстати, очень вкусная. Мы принесли чуть-чуть кусочек Кыргызстана здесь, сюда, на Молдову. То есть это и то, что нас соединяет и с молдавскими народами, и с кыргызскими, это доброжелательность, гостеприимство, то же самое, что и у них. Главный герой, какой-то богатырь буквально, с широкоплечий, скорее всего, про него есть какая-то классная история. Герой, который соединил кыргызский народ, который потянул за собой кыргызский народ. И вот он остался как один из самых важнейших людей в истории Кыргызстана. Я бы хотел вам предложить напиток, называется хмыс. Это он очень известный, я думаю, многим людям. Готовится из кобылевого молока. Сначала молоко дуется, потом добавляется закваска, и вся эта масса, она сбивается специально. Есть такая емкость деревянная, внутри обжиг. Когда вот эта жидкость уже готова, она приобретает такой вкус кисло-сладкий, запахом дымка такой идет. Поэтому я вам сейчас дам попробовать. Вот этот вкус оригинальный. Честно говоря, я даже не представлял себе, что я сегодня попробую настоящий кумыс. Это еще напиток, который еще во времена Золотой Орды пили. Даже еще раньше. И намного раньше, да. Потому что, видите, еда была в основном только из мяса. Допустим, Кыргыз, да, древние, только кушали в основном мясо. И вот этот напиток, он позволял быстрее переварить вот такую тяжелую пищу. Его пили, запивали вот просто. То есть вместо бифиды кефира. Да. Так, и по традиции у нас после застолья обязательно чайпитие с десертом. Поэтому я предлагаю вам сейчас попробовать чай. Пожалуйста. Соколу. Соколу, конечно же. Спасибо. Чего, Драхумат? Все, кумыс подействовал. Вспомнил корни, да, вот-вот. Сосед слева. А стоило только чашку кумыса выпить. Что ж такое? У меня там свои правила на том углу были. Если я там нормально чувствовал. Ты не забывай, что ты сейчас в консервативном обществе. Что нужно говорить? Черный Рахмат. Можно просто Рахмат говорить. Я просто Черный Рахмат говорю. Мне очень приятно. Черный Рахмат. Большое спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. Хочу его правильно подтягивать. Сербоч? Да. То, что я люблю делать, они запрещают, да? Вот так, да. Быстрее, как он бывает. Да, да. Рахмат. Подается горячий, да. Да, так делаешь. Класс. Может, у меня начинает под тюбетейко нагреваться. Это ведь? Это настоящий овечий. Наше полку прибыло. Одним киргизмом больше стало. Колпак, правда. Тебе колпак под колпаком нагревается. Женя находится под колпаком. Там мозг появился. А вот эта юрта презентационная. Она самая красивая, самая дорогая, можно так сказать. Это, ну, что-то вроде молдавского Касамари. Заходим. Как обычно, перед этим разуваемся и заходим с правой ноги, не касаясь порога. Между прочим, знаменитая фраза «Садам алейкум» «Так здороваются с мужчинами, а с женщинами здороваются саламат сэстэ». Правильно? Правильно. Ну, а мы говорим. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Я делаю по-киргизски вот это на юрту украшения. Украшения сделаю. А из чего? Вот это нитки. Так сделаем. И здесь рисунку. Чайник или пиала рисуем, потом вышиваем. А потом это сюда, где вы покушали там юрту, там это, взвешиваем, и там хорошо посмотрится. А вы давно сюда приехали? 15 октября приехала. Шердак или что-нибудь сделать, я могу сделать. И приехала, и здесь делаю. И помогу им, что как делать. И делаю здесь чертышек сделаю. И такие сувениры, все сделаю. Чтобы было все настоящее, да? Все настоящее, и все могу сделать. Поэтому я хотела здесь помогать им. А здесь, друзья, уже смешение культур идет. Юрта киргизская, а вот рушники уже молдавские. И подушечки, и вышивка. Кто все это делал, Лора? Да, это, кстати, полотенце, которое я откала, когда была маленькая. То есть 10-12 лет мне было, и вот я такие ищеткала. То есть это ваше рукоделие, это ваше дело? Вот это, да, это моих рук дело. А остальное уже рук дело наших работников тут, которые делали все это из дерева. И каждый раз что-то новое мы придумываем каждый раз. То есть у нас ничего стандартного нет и не будет никогда. Потому что даже если смотрим в природе, в природе ничего одинакового нет вообще. Ну вот мы зашли уже в какую? В третью, в пятую юрту. Они все действительно разные. То есть можно выбрать даже по цветовой гамме, какая вам ближе к душе. Абсолютно, абсолютно. Секрет в том, чтобы люди, когда приходили, они выбирали то, что им по душе. Что душа требует, что душа хочет. Это и есть то, что я говорю всегда. Это секрет вот этого комплекса. Чтобы люди здесь отдыхали душевно. Особенно вот из этой юрты очень интересно, когда открывается дверь, виден рассвет. А в других юртах можно видеть закат. Вот выходим на террасу из юрты, виден закат. То есть рассвет, закат. Это неимоверная красота вообще. Для киргиза овца это, наверное, вот все. Вот конь на первом месте, на втором месте овца. Потому что, посудите сами. Основная часть национальных блюд киргизских, это вот связаны так или иначе с овцой. Юрту изготовить, сделать войлок, тоже нужна овечья шерсть. Какие-то детали, одежды. Сувениров мы видели огромное количество. Тоже все сделаны из войлока, из овечей шерсти. Я думаю, что даже в лютый мороз какой-то, если вы где-то застряли с овцами где-то в горах, то можно согреться, да, переждать непогоду. Если вот где-нибудь вот эту теплую шерсть буквально зарыться. Это очень древний чай, который готовится только из домашних продуктов. Там сначала заваривается обычный, допустим, травиновый чай, очень крепкий заваривается. И потом дальнейший процесс выглядит так, что мука обжаривается стопленным маслом. Обжаривается, доводится до специального состояния, когда оно такое румяное, и потом добавляется молоко. Это масло доводится до кипения, и потом через сито заливается уже заранее заваренный крепкий чай. Именно в такую вот сейчас погоду, в холодную его пьешь, и он только как бы согревающий, дает калории, это необходимое. То есть в Киргизии чай на любой случай жизни, на улице не важно, там жара, холод и так далее, то есть всегда пей чай. Есть все виды чая? Все виды чая у нас есть, да. Есть черный чай, зеленый, травяной, есть крыльский чай. Это называется курма-чай, кстати. Курма-чай? Да, крыльский курма-чай. Есть обычный молочный чай, где в обычный черный чай добавляется просто молоко, и там уже по вкусу сахар добавляешь, допустим, хочет. По-моему, у знаменитого молдавского гостеприимства нашелся-таки достойный конкурент. Это тоже, да, еле вылез из юрты. Наверное, чувствуешь себя волком, да? Да, главная поговорка вообще киргизского гостеприимства и киргизского вот этого накрытия на стол и общения за столом. То есть главное, наверное, здесь все-таки даже не блюдо, а вот рассказы, история, знакомство с культурой и так далее. Действительно, мы с Юрой засиделись, но с удовольствием засиделись. И любой, кто сюда приедет, кто столкнется с этим киргизским гостеприимством, ожидайте такой проверки на прочность. И действительно, настоящего такого гурманского эстетического удовольствия. В общем, друзья, у нас с вами появился еще один прекрасный повод в выходной день не сидеть дома. Здесь буквально в каком-то часе езды от Кишинева, в двух часах езды от Тирасполя, у вас есть возможность буквально за один день посетить настоящую Киргизию. Если вы смотрите это по телевизору, то Google вам, как говорится, в помощь. Ну, а те, кто будут смотреть на YouTube, в ссылке под видео смогут найти подробную карту, как сюда добраться. У меня есть маленькое подозрение, что с нами еще не закончили, что Рустам там что-то еще разливал, насыпал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин